Здравствуйте, хотел поконсультироваться вас, Валерий Костинович, так надо было мне, я забыл. Это все получается вчера, видите, настолько свежее, не успеваю обрабатывать, и откладывать не могу, у меня реча и так отложены на несколько вебинаров, стыдно, люди ждут, вот, поэтому взял и сюда воткнул, а там будем разбираться. Давайте читать вместе, я читать и не читал, хотел проконсультироваться у вас, Валерий Костинович, Вера, неужели это все интересно, ты сидишь, ты домой не идешь, неужели интересно? Ну ладно, еще 5 минут, так, выдержать нужно уже лизоваться, надо таким же быть психом. Так, шутка, ой, грешно сегодня смеяться. Хотел вырастить, если вырастить саренцы из косточек, абрикос и персик, это ведь будут дички на выходе. И вы понимаете уже сколько, тот 22 вебинар, ни одного случая. Я приводил пример, еще приведу. Ваулин, это, мне, конечно, обидно было, что он обо мне ни разу не спорил в этих научных трудах, то есть это самое, моя фамилия нигде ни разу не прозвучала. Но я имею право морально каждый раз его фамилию произносить, потому что самое дикое из диких, это у него. Как это случилось? Я вынужден, я вот этому товарищу сказал, пожалуйста, вот вам вебинар, вышел ему данные, где-то у него фамилия. Про вебинар я первый слышал. Ну, поняли, да, вот он вебинар, вот, то есть, еще от нашего полку прибыло. И вот я вам объясняю, а раз вы впервые, вы должны понять, я Ваулина буду припоминать еще раз то, из-за вас. Пройдет несколько времени, опять кто-то новичок, а попробуй каждому объяснить, я его отправлю на этот вебинар, и все. И как это будет выглядеть, значит. Значит, у меня сыновья Манджурши, кто-то даже вспомнил недавно, знаете, какой вопрос мне задал? Ребята, это учеба, не удивляйтесь, что так долго. Вот, он задал вопрос, а у меня же этот самый сладкий оказался сын Манджурша номер 4, и вдруг я даже сам не ожидал, что человек где-то когда-то слышал от меня это, а сто лет не говорил, о чем? О том, что у меня не просто, я не садил дикие, то есть не дикие, ну, Манджурские абрикосы, я не садил просто так, чтобы выросить из них что-то. Мне тот сотни ведер дал. У меня сейчас в погребе, знаете, сколько банок? А, это для науки, я все еще, ну, поняли. Так вот, банок с косточками, трехлитровых. Так вот, значит, что получается? Он, да, какой хитрый вопрос мне задал. А какой культурный абрикос, какой сорт погиб, после которого снизу-то и пошел этот, и стал взрослым, сенис, погибла привык. И где-то, когда-то я об этом говорил, не называя Сатурн. Так вот, отвечаю, друг, я сейчас не знаю, какой. Ну, культурный, культурный. И получается, если прав Мичуин, если прав Железов, а вся наука шагает немного, то есть не признают этого, то от привоя культурное качество, а еще Латинков, но мы вот такое отдельно поговорим. Еще один у нас союзник есть, потому что Латинков – это уровень Мичурина. Я не преувеличиваю. Это уровень Мичурина. И я уже так пальцы загибаю. И Железов это говорит, и Мичурина, и Латинков. Вот эта могучая троица говорит о том, что от привоя попала под бой, привой погиб, и это вегетативный гибрид, и то, что я называю так, для простоты. Селекция наоборот. Или по-другому. Селекция сверху вниз. Итак, мы заразили культурными динами. Но это уже было потом. А кто взял, лет 12-15 назад, Ваулин мне позвонил, Вик Константинович, у меня три привитых абрикоса. Я его высылал. Почему я так говорю? Я туда только эти и выращивал. Серафимов выращивал, Амур и Королевского. Все. Первые на продажу. Через год сказал, сильно по Белоградам, но все равно ваши абрикосы, это раза крупнее наши. Вот так. Это пусть подтвердит, если что. Хотя бы тут, раз уж там промолчил про меня, пусть хотя бы это подтвердит. Раз. Второе. Прошли годы, и он мне сказал позапрошлым году, ваши абрикосы живы и все вкусные. Можно сказать, сладкие, вкусные. А для чего я так говорю? Вы же про дички на выходе видите, что из косточек абрикоса будут дички, перчика будут дички. Чернобаев давно перчики перешел на сеянцы, у него прекрасные эти плоды. Некрупные, но зато настоящие. Раз. И никакие в дичках речи быть не может. Слова персик и дичок, это несовместимые. А абрикос, подхожу к этому главному, когда он попросил у меня сеянцы, я говорю, у меня сеянцы только, я тогда не размножал с помощью косточек, они вот такой щеткой росли, вот такие высоты, вот такой щеткой, прям под ним. Мелкие, в тени, не могли расти толком. Вот прямо в этом, самые мощные, которые пробили дёрн, пили с дёрн. А эти-то были не испорчены прививками. Это не была селекция, наоборот. Это было прямое воздействие соседей культурных. А рядом вспоминаем Амур, Королевский, Манитова, самые близкие. Амур, Королевский, Манитоба. А я ему предупреждал, это сеянцы из-под этого, я его сейчас тогда диким называл. Ну, вот, чем получилось, вот, пожалуйста, теперь я имею моральное право каждый раз говорить. Мне не верите? Мияцкий институт, как он сейчас, слово третье, Мияцкий, слово экология, с какого боку, Мияцкий, экологический, институт, часть университета, этого самого, часть Челебенского университета, под названием институт, институт, ну, там три слова помню, институт раз, значит, это экология 2, ну, вы все, в общем, разберетесь, он там не последний человек во всем Челябинске, только память подвела. И вот я пишу, что, если уж у него, только благодаря благородным отцам получились вот такие вкусные, так что же хотите? И я пишу, нет у меня, у моих учеников, ни одного такого случая. Да, были случаи, когда на уровне манджурца, но его давно уже нельзя считать диким. Он тоже так напылялся, я сторонник, и у меня есть примеры, то, что называется, это опять почтил Жаннаука, я потом еще бы вернемся к теории биополя, к практике биополя, а пока я говорю, что телегония, это наука, не признанная, один крупнейший авторитет, когда впервые от меня в статье прозвучало, впервые, потому что тишина дикая, это продолжая науку написаны эти самые, один пример приводит, что этот самый, зебра покрыла кобылу и получилось потом, что с этими, вот, больше ничего про это не знают и знать не хотят, телегония, это наука, и у меня начал изменяться манджурский абрикос, и тоже начал оккультуриваться, я это назвал, селекция без зачатия, а точнее, это неправильно, селекция с неполным зачатием, вот, из передачи генов, через эти же самые, пестики, понимаете, вот сколько я сегодня говорю, потому что я сегодня все себе испортил, испортил весь вебинар, но он будет другой, только из-за того, что у меня сегодня давление страшное, вот, вот, Продолжение следует...